Так, и сейчас будем смотреть расклад. Ну вот смотрите, с чего нужно начать. Во-первых, вы мне расскажите, какие персонажи на какие карты вы поставили. Женщину Аисты. Так, я сама себя слышу. Ага, женщина Аисты – это вот эта бабушка, да? Нет, сама женщина, на которую мы смотрим, это Аисты. А бабушка – это женщина. Понятно. Папа – это мужчина, ребёнок – это ребёнок, и дедушка – это медведь. Понятно. Ну вот, значит, мы сейчас, раз нас интересует ребёнок, мы сейчас смотрим на ребёнка. И вот смотрим, ребёнок у нас попал в дом якоря. Значит, что такое якорь? Якорь – это может говорить, значит, о стабильности, а также может говорить о привязке к чему-либо. И мы вот сейчас будем разбираться. Значит, смотрим карты, которые окружает у нас ребёнка. Значит, вопрос у нас был такой, почему у бабушки фотография ребёнка постоянно падает и рамочка разбивается, что здесь что-то такое они думают, что нечистое. И вот сейчас мы будем разбираться, с чем это связано, с бабушкой или же связано это у нас с ребёнком. И вот для этого мы рассматриваем ребёнка и карты, которые его окружают. И вот мы смотрим, значит, ребёнок у нас выпадает с такими картами, как друг. Некий, этот друг у нас выпадает в карте, сейчас мы посчитаем, в каком доме, в книге тайны. Значит, есть некий друг, который делает какие-то тайные вещи. Смотрите, у этого друга в голове змея – это какая-то подлость, это какая-то подстава. Также может означать чёрные мысли и какие-то вот ритуалы. Смотрим дальше. А друг это чей? Ребёнка получает? Подождите, мы потом это всё выясним. Значит, мы просто будем сейчас всё по порядочку. И смотрите дальше. И вот это сочетание змеи со звёздами, вот именно это говорит о том, что было применено какое-то магическое свойство, какие-то магические ритуалы. И если дальше смотрим, идёт выметание метла. Это выметание. И плюс книга, вот это сочетание метлы и книги, говорит о том, что есть негатив на ребёнке. И мы сейчас будем рассматривать дальше, потому что вот вы обратите внимание, что все плохие негативные карты, которые означают негатив, негативные воздействия, они все вот тут собрались как раз вот в этом отделе, где находится ребёнок. И сейчас мы будем смотреть, откуда это идёт. Мы пока сделали вывод, что да, есть на ребёнке воздействие. И теперь мы будем определять, откуда это идёт. И начнём с самого начала. Так как мы делали на бабушку, мы сейчас будем разбираться с бабушкой. Значит, какие карты у неё. Может, это что-то оттуда идёт. Может, какие-то там родственники или какие-то знакомые. Сейчас будем смотреть. Сначала мы смотрим, в каком доме у нас... А я с вопрос не на бабушку делала, я на мать делаю. Делали на аистов, да? Да, на аистов. Хорошо, тогда будем брать аистов. Потому что главное лицо, на кого вы делали. Значит, вот у нас эта дама. Она у нас обозначает, это червовая дама по игровой позиции. Аисты – это у нас мама-ребёнка. И она у нас выпадает в двадцать первом доме. Двадцать первый дом – это дом препятствий. Значит, говорит о том, что в её жизни есть какие-то препятствия. И смотрите, рядом стоит карта дома. Стоит она сама на каком-то обмане, на каком-то измене. На какой-то измене. Рядом у нас карта башни. И говорит, что этот обман длится очень долгое время. Этот обман – это что-то нехорошее. И плюс, если мы сейчас посмотрим дальше, какие карты её окружают. И вот мы смотрим. Есть какая-то негативная ситуация, резкая, острая, связанная с домом, связанная с семьёй. Связанная с какими-то кармическими ситуациями. Смотрим дальше. Значит, это связано… Опа-на, понятно. Это связано с неким подарком от какой-то дамы. Ну, а вот эта дама, это и была бабушка, нет? Нет. Понимаете, тут вскрываются слои. Бабушка – это будет в том случае, если мы будем смотреть бабушку. Если мы сейчас смотрим эту женщину, то есть вот маму, то тут проигрывается она не как бабушка, а проигрывается как некая женщина. Это может быть подруга, может быть знакомая. Но потом мы посмотрим конкретно, что это. Значит, мы можем смотреть, что негативное какое-то воздействие в дом принёс подарок, который был подарен некой женщиной. Этот подарок, значит, смотрите, он стоит у нас. И опять-таки, решение проблем от женщины и в доме женщины. Он нёсся как для решения каких-то проблем, но не семьи, а именно вот этой женщины. Значит, смотрим дальше. Что это был за подарок? Значит, этот подарок, сейчас, 28, 28, 30, 31. Вроде бы он как бы и хороший, но хороший вот именно для этой женщины. Но сам по себе этот подарок, он с каким-то подвохом. Потому что сочетание вот этого букета с лисой, это говорит о том, что подарок был с подвохом, с двойным дном. Причём сочетание ещё плюс с медведем, говорит о том, что подвох-то очень сильный. И вот смотрите, медведь несёт резкую ситуацию в дом. То есть мы можем сказать, что этот дом, что в дом пришёл подарок, подклад некий, который начинает воздействовать на дом негативным образом. И мы смотрим дальше. И что же это был у нас за подарок? И вот мы смотрим, этот подарок падает у нас. Вот если мы смотрим конями, это значит какой-то такой внезапный подарок, какой-то он совершенно неожиданный. Он вот в бумажной какой-то, вот в бумажной. Или это может быть, ну с бумагами что-то связано. Это может быть картина, это может быть какой-нибудь рисунок, ну что-то вот такое бумажное. В бумажном. И вот как бы он был подарен не на праздник, он был просто вот подарен как вот, ну, внезапно, что вот никакому ни к празднику, ни к чему, просто. Что было вот для мамы, это было просто вот удивительное такое событие. Думаю, ну что это она принесла, вроде бы ни день рождения, ничего. А этот подарок был принесён. Значит, смотрим дальше. Что же с этим подарком? То, что вот он был подарен внезапно. И вы смотрите, этот подарок идёт на дерево. Это может означать, что этот подарок, или он подарен от какой-то родственницы, потому что дерево означает родственников, или же может говорить, что этот подарок связан со здоровьем. Со здоровьем. И плюс, если стоит рядом крест, значит, с ухудшением здоровья. Как типа того же забиранием здоровья от домочадцев вот этого дома, куда этот подарок пришёл. А этот дом, это какой дом? Её дом или всё-таки вот родительский? Ну, там, где находится вот эта вот дама, на которой сделан расклад. Это её дом. Её, да? Где она живёт, вот эта женщина. И смотрим дальше. Значит, этот подарок, вот он ещё падает у нас конём на карту башня. Башня у нас... Сейчас, я надпула... Так, 38, 38, 38, 31. Значит, эта женщина, которая это делала, она хотела заякорить себе счастье, здоровье. То есть, как бы, произошёл сброс своей болезни вот на этот подарок. И он был подарен, чтобы избавиться от некой болезни. И вот этот подарок, так как вот, смотрите, если он находится в доме, этот подарок, то, естественно, он будет влиять больше всего на ребёнка. Потому что ребёнок маленький, у него энергетика не устоявшаяся. Если, например, взрослые, они могут противостоять, но они уже энергетика как бы устоявшая. А у ребёнка нет. То есть, вот это влияние пошло на ребёнка. Что мы ещё можем сказать о том, кто принёс этот подарок? Что он вхож к ним в дом, что он для них является другом. Может, это крёстный или крёстная этой девочки. Потому что говорится о том, что, вот, смотрите, он друг к ребёнку. И можно даже сказать, вот, смотрите, если мы поведём вот так вот, да? Девочка крещённая? Да, крёщённая. Смотрите, видите, как вот идёт? Можно говорить, крёстный папа, который принёс неприятности в дом. Вот. Может, даже об этом так. Но сейчас мы дальше посмотрим. Значит, потому что вот друг мужчина. И рядом с мужчиной стоит вот эта змея. То, что вот он, как бы, это... Ну, смотрим дальше. Что же, давайте мы сейчас осмотрим. Это не тот, это не папа. Это мы рассматриваем друга этого мужчину. Если мы будем рассматривать папу, он будет совсем по-другому. Это, как бы, мы сейчас слой снимаем от того человека, кто этот в дом принёс. Значит, этот друг, сейчас мы смотрим. Смотрите, он, как бы, вот, идёт в дом. Дом, его принимают с любовью в этот дом. И, видите, он падает на любовь, на сердце. То есть его принимают вот с чистым сердцем, с чистой душой. На него никогда не подумают, что это он может сделать, этот человек. С этим человеком обсуждают какие-то проблемы. Много ему доверяют. Много ему всё рассказывают. Потому что, видите, он идёт конём на птице. Это говорит, что ему доверяют, обсуждают. А, видите, он падает на крест. То есть он несёт какие-то изменения. Ага. Вот. И плюс он падает на, вот, на якорь. И падает на дороги, на развилки. Это говорит о том, что, значит, заякоревает, чтобы много дорог. Чтобы был у людей выбор, что им делать. То есть какое-то вот заякоревает положение, что у людей будет что-то не получаться. Им всё время надо будет выбирать какие-то дороги. Сюда осунулись не получается. Сюда. И вот это вот, как бы, вот это вот идёт. Почему я так говорю? Потому что, вот, значит, если мы просмотрим вот эту диагональ, то получается сердце, змея, метла и идёт у нас вот эти дороги. Что, как бы, выметаются дороги путём какого-то подвоха, который они ожидают. И всё вот идёт от этого, вот, от этого человека. Он несёт, видите, препятствия. И препятствия несёт, в основном, видите, ребёнку, причём многочисленные. Вот если мы возьмём карту горы и пройдём вот так вот конями, то мы видим, что вот эта собака приносит препятствия. Причём вот это звёзды, это многочисленные. И ребёнку. А это может быть вторая бабушка? Они думают вот на вторую бабушку. А вот сейчас мы посмотрим. Ну, то, что сказали, что это родственница, это однозначно. Это связано с родственницами. А вот этот друг и вот эта женщина, это одно и то же лицо или разное? Что имейте в виду? Вот эта женщина и что? Да, и собака, вот, друг. А вот сейчас мы будем эту собаку вычислять. Потому что, значит, вот сейчас мы это как раз и делаем. Что этой собаке, какая она, что это за человек. Значит, мы сейчас ещё попробуем с вами выйти, значит, нас как собаки, да, попробовать, попытаться понять, что это. Значит, эта собака несёт судьбоносные изменения в семью. Причём она этого хочет и давно добивается. Несёт препятствия. Так, дальше. Причём делает резко, внезапно. Делает такие ситуации, которые в семье становятся непонятными. Непонятными. А вот то, что карта гроб в своём доме находится, это что означает? Это означает, что надо обратить внимание, это значит болезнь. Карта болезни. А болезнь, смотрите, она идёт, что идёт вот от этого как раз человека. Болезнь наслал вот этот друг. И наслал чем? Книгой, чернокнижье. И книга выпадает в письме. Помните, я говорила, что через письмо сделано, через какие-то бумаги, через какие-то подарок бумажного типа. И вот это то же самое ещё раз подтверждает, что тайна находится в бумагах. Ну не в бумагах, может открытка, может... Ну надо посмотреть, что и бумажное им дарили. Может какое-то там бумажное что-нибудь, там оригами какое-то. Ну что-то бумажное, может открытка какая-то. Что-то вот в общем в бумагах. И вот это раз, два раза об этом говорит. Это два раза, значит, это точно что-то, вот этот подклад на здоровье, на отнимание здоровья. Ну то есть как бы не отнимание здоровья, а как переклад. То есть вот у неё как бы здоровье плохое, и она перекладывает на этот подарок, относит его, как бы вот она отдаёт свою болезнь вот в этот дом. Вот, и мы смотрим сейчас дальше. Значит, а как папа себя чувствует, ребёнка? Он не живёт с ними. Он живёт, он в этом доме не живёт, да? Нет, нет, отдельно. Ага. Он пьёт, пьёт сильно. А вот эта мама, этого мужа, который пьёт, да? Бабушка. Ну я вообще загадывала, нет. Нет, это как бы, ну получается, она мачеха вот этой, ну, женщины Аистов. Я что говорю, потому что, смотрите, значит, это показывает, что, это просто карты говорят, что эта женщина, которая сделала подклад, она имеет отношение к папе ребёнка. Да, вот они думают на неё, то, что она... Вот это, вот, вот оно и так и показывает, смотрите. Вот она идёт конём на этого папу, конём. И в голове у неё дерево, что говорит, что она является родственницей этого мужчины, папы. Вот они, значит, скорее всего, что это действительно его мама. Почему я так говорю? Вот если мы возьмём вот так вот, да, получается, что конём, и плюс вот идёт сердце, то есть это близкие отношения, совершенно близкие. Близкие отношения вот с этой змеёй. Это говорит о том, что это может быть только мама самая близкая. А это, значит, бабушка этого ребёнка по линии отца. И, значит, что? Понятно, что это всё нужно сейчас снимать. Потому что на ребёнка это идёт воздействие, колоссальное воздействие. Поэтому шли подсказки, что... И опять-таки, смотрите, падали только рамки с ребёнком. С ребёнком только, да. Да, вот они появились перед Новым годом и начали падать они. И вот смотрите, и говорят, что подклад в бумагах, в картине или в чём-то в таком. И не зря же как бы падала вот эта рамка, говоря о том, что есть какая-то картина, которая вам подарена, в которой подклад, и которая влияет на ребёнка, как сигнал, как знак. Значит, ищите именно в картине. Потому что не зря же это как бы картина падала. Она как бы давала, обратите внимание, обратите, в доме есть что-то такое, что воздействует на ребёнка. И это самый как бы ангел... Потому что дети все, ребёнку уже два года, он ещё маленький. И у него очень сильный ангел-хранитель. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, если мы приведём вот настоящего ребёнка, вот эта карта звёзды, которая есть, да, это ещё может означать высшие силы, плюс птички рядом. Это говорят ангел-хранитель. И он рядом с этой девочкой. И он видит, что идёт, видите, болезнь идёт, что идёт негативное воздействие. И он начинает таким образом, этот ангел-хранитель, давать знаки о том, что, обратите внимание, здесь дело нечисто. Ну, пять раз упасть, да, в этой картине. Это явно, что надо задуматься, что здесь что-то не так. Значит, что вам нужно сказать маме ребёнка, чтобы она вот именно подумала, какие подарки ей шли вот от этой женщины, да, вспомнить всё-всё-всё, собрать эти все вещи, но не выкидывать на помойку. Нет, эти вещи нужно сжечь. Эта энергия уходит только тогда, когда эти вещи сжигаются. И когда это сжигать, сжигать вот эти вещи, говорить, откуда пришло, туда и уйди. Таким образом, вот эта вся энергия, которая была направлена на семью, на ребёнка, она вернётся тому человеку, кто это послал. То есть, как бы, сделала гадость, ну, сама и получай, то, что ты натворила, да, как-то вот так. Вот, ну, теперь понятно, или что-то ещё мы разберём? Ясно всё? Нет, теперь всё ясно, только вот неясно с медведем. С чем неизвестно? Дедушка, он как-то задействован, нет? Тоже идёт? Дедушку, сейчас посмотрим. Дедушка, вот он у нас, дедушка, он в доме косы, в доме острых ситуаций, в перемене, с переменой связан с этой женщиной, он ищет решение проблем. Вы знаете, дедушка сам пострадал. Похоже, что вот этот дедушка, это муж вот этой женщины, которая подарок принесла, да? Или это дедушка с другой стороны? Кого вы брали, вот этого медведя? Какой это дедушка? Потому что же два. Алло. Муж вот этой женщины, да? Который принёс подарок, да? Подклад. Анастасия, слышите меня? Алло. Я вас не слышу. Продолжение следует...